Друзья, всем привет! С вами EdScriber. Сегодня обзор тем на MIUI 11. Самые-самые интересные с моей точки зрения. Я попытаюсь не повториться, потому что на YouTube таких тем уже очень много. И я вот хочу сделать именно свою подборку. Нравится вам или не нравится, конечно, пишите в комментарии. И я сразу скажу, друзья, что это очень индивидуальный момент. Одним нравится одно, другим нравится другое. Поэтому, друзья, не судите строго. Это будет моя подборка. То, что мне нравится в дизайне. И я, как правило, выбираю более-таки необычные темы. У вас, может быть, совсем другой выбор. Ну, в общем, друзья, вы поняли. Пишите об этом в комментариях. Вы, наверное, уже пишите, а будут ли сегодня рисовалочки. Да, обязательно, друзья, будут рисовалочки. Вот уже доска готова. В общем, погнали! Я взял два телефона. Это Redmi Note 8 Pro и Mi 9. Первая тема. Это просто вообще бомбическое. Самое, наверное, интересное, которое, в принципе, существует сегодня на данный момент. Это вот такая тема в виде Windows XP. Смотрите, иконки у нас расположены по вертикали. То есть мы можем таким образом их расположить без проблем. То есть вы, в принципе, как хотите, можете их устанавливать. Дата, температура, поисковик. Все в верхней части. И по вертикалке, друзья, как принято у Windows, да, классика жанра. Здесь отдельная строка. В общем, если вы переходите сюда, то вы попадаете в настройки. Здесь можно кастомизировать, как вы хотите. Куча всяких настроек, друзья. Это вы делаете левый свайп. А если вы делаете правый свайп, то вы попадаете в шторку уведомлений. То есть шторка, смотрите, справа выходит вот таким вот образом. Здесь необходимы и нужны иконки. И посмотрите, каким образом они оформлены. Заходим в настройки, но сами настройки стандартные. Иконки сделаны под стиль Windows. Мой компьютер, корзина. А, кстати, в YouTube зайдем. Но здесь, да, в сторонних приложениях, в принципе, все стандартно. И как в Windows мы нажимаем на эту кнопку пуск. И попадаем в стандартное меню. Здесь меню сделано под Windows 10. Под Windows 10. Здесь, в принципе, все программы, которые у нас установлены. Есть поиск. И здесь вот таким образом еще иконки выглядят. То есть если вам нужно открыть письмо, то вы нажимаете сюда. Далее поисковик. Очень необычно выглядит, конечно. Очень интересно. Здесь можно выключить телефон. То есть закрыть, по сути, лаунчер этот. Не надо. Настройки, печать и так далее. То есть, ну, прям все как в компьютере. Очень необычно, очень интересно. Смотрите, здесь дальше кнопочка Search. То есть мы можем здесь что-то поискать. Допустим, YouTube. YouTube открыть. Окей. Нажимаем. И мы попадаем в браузер стандартный. И, значит, он нам открывает. То есть, по сути, это у нас такой вот поисковик. Здесь такой небольшой еще под меню такая папка с быстрым доступом. Здесь дата-время. Ну и шторку уведомлений мы с вами уже заходили. Друзья, пишите, как вам такой лаунчер. Здесь вы не можете перелистывать столы, как вот это обычно делается. По сути, да, ну, стандартно. То есть вы, в принципе, все свайпы у вас, ну, очень даже нестандартного формата. Пишите, как вам такое. Я сейчас обозначу, как это найти. Заходите в Play Market и пишите следующее. WinX Launcher. Его устанавливаете и все. То есть это не в стандартных темах от Xiaomi, а это вот такой лаунчер. Тема называется Dark Cruise. Выглядит она таким образом. Экран приветствия вот такой. Интересные такие две окошечки. Но графично очень хорошо оформлено. Здесь, как я уже говорил, друзья на любителя. Ну и сами иконки, как оформлено. В основном в темах я обращаю внимание на иконки, нежели чем на какие-то другие вещи. В целом, как выглядит оболочка, да, то есть ее, по сути, внешний вид. Здесь на каждой иконке есть блик такого рода. Смотрите, все иконочки с бликами. Все красиво прописано. Даже посторонние иконочки, которые не встроены в телефон, по сути, изначально, да, они тоже с бликами. По шторке уведомлений здесь нет ничего. И по настройкам здесь все то же самое. По сути, верхние иконочки тоже, кстати, смотрите, выделены синим таким цветом. Очень красиво подкрашены. Следующая тема это Core Wow Steve. Давайте ее применим. Таким образом, иконки изменились. Все в круглом стиле. Но здесь это не самое интересное, по сути. Интересное оформление. То есть, вот такое вот вертикальное оформление. Эти иконки вы можете, соответственно, поменять, как вам удобно. Нажимаете вот на это колесико. Кстати, оно срабатывает не очень хорошо. И здесь вы заходите сюда и настраиваете все, что вам угодно и как вам только угодно. Шторка уведомлений стандартная. Здесь вообще ничего не поменялось. Если вы зайдете в настройки, здесь все то же самое. Ну, по сути, эта тема касается только внешнего вида оформления иконок и экрана блокировки, которая выглядит очень хорошо. Clock Listive Premium. То, что здесь написано Premium, за это не требует никакую оплату. Но Xiaomi попросит вас посмотреть рекламу. То есть, вам придется минуту-две убить на рекламу, чтобы просмотреть ее. Потом вы сможете закачать эту тему. И, как вы заметите, есть некоторые отличия. То есть, если у вас что-то кастомизировано уже на телефоне, то это будет выглядеть немножко иным образом. Здесь, смотрите, есть музыка. Здесь музыки нет. Но самое интересное, здесь в экране блокировки, да, здесь есть быстрый доступ. Обратите внимание, я здесь одни иконочки сделал, сделал здесь другие. И вы можете, конечно, настроить, как вам удобно. Но выглядит, согласитесь, друзья, очень интересно. Именно на экране блокировки, то есть, тут основная тема. То есть, если вам нужна музыка, нажали музыку, и как бы сразу у вас включилась музычка. Это как бы очень здорово, очень весело. Давайте здесь посмотрим. Следующая тема это Perl Steve. Здесь очень необычное оформление иконок. Обратите внимание, верхние иконки никоим образом не оформлены. Они немного выбиваются из стиля, из общего. Но вот те стандартные иконки, которые есть, они оформлены прям очень круто. Настройки, да. То есть, по сути, здесь встроены такие фотографии, да. Здесь фотоаппарат, заметки, да, рука прям с заметкой идет. Сама по себе тема очень необычная, интересная. Но пишите в комментах, как вам такая тема. Мне прям очень приглянулось. Но то, что здесь однообразие в цветах, да, такое коричневые и коричневые тона, то, наверное, это быстро надоест. Где-то день-два, и вы захотите сменить эту тему. Но обратите внимание на экран блокировки. Он очень красиво оформлен. Геопозиция, фотографии. Следующая тема Wizard Dark V3. Тоже вы можете ее найти в стандартных темах. Здесь мне что понравилось? Мне понравилась анимация. Смотрите на календарь, как он появляется. Обратите внимание на настройки. Да, все крутится, вертится, галерея и так далее. То есть, анимация очень неплохая здесь. Вот в музыке, в браузере. Но это, конечно, в стандартных иконках. Оформлено очень неплохо. Следующая тема называется iOS 13X Pro. Очень интересная тема. Кстати, одна из моих фаворитов. Почему, сейчас объясню. Здесь есть момент. Вначале у вас появляется вот такая иконочка справа. Это для чего? Для того, чтобы кастомизировать вашу тему. Не то, что предлагает изначальные настройки, но вы можете под себя настроить, как вам необходима эту тему. Во-первых, она выглядит как iOS. А по мне, iOS одна из самых тоже красивых тем. На сегодня у них очень дорогие телефоны. Но вот оболочка у них на самом деле очень-очень красивая. Так вот, не буду много болтать. Обратите внимание вот на эти стрелочки. Смотрите, вы нажимаете на эти стрелочки, и это поле начинает передвигаться. Кстати, у меня здесь 6 иконок внизу. Давайте мы одну уберем. Допустим, вот эту мы уберем. В сторону. Это, кстати, Play Market выглядит как App Store. Вот. И смотрите, теперь у нас в шторку все поместилось. Вот в эту нижнюю, да. И вы можете ее настроить как угодно. То есть, если по центру, кстати, даже если вы ушли в сторону, вы нажимаете на эту кнопку, и она встает ровно по центру. Очень, кстати, интересно сделано. iOS 13X Pro. Обратите на нее внимание. И я, допустим, опускал ее еще таким образом. То есть, вы можете сделать, допустим, вот так, посередине иконок она отпускается. Короче, как хотите, так крутите. Следующий момент, это вы можете добавить сюда вот какой-то анимации. Вы передвигаете телефон, укрутите, и анимация вот как бы вместе с вами крутится. Очень классно сделано. То есть, можете добавить, можете убрать. Значит, если вам нужно замылить задний экран, да, смотрите, затемнить, замылить и так далее. То есть, вы можете еще под себя настроить каким-то образом. Давайте выберем здесь стандартный момент. Далее немного темнее. Отлично, смотрите, как выглядит. Вот это я не понял для чего, друзья. Пишите в комментах, если кто-то понимает, на что это, в принципе, влияет. Я так и не догнал. Следующий момент, кстати, очень интересный. Это появляется верхняя вот эта монобровь, как на айфоне. Но здесь она немножко не проработана. То есть, буква S попадает немножко, ну и так далее. Но в целом, кому нравится монобровь, вот, пожалуйста, можете ее установить и как бы окей. И одна из последних кнопок, она убирает вот, по сути, вот эту панель. Да, то есть, она ее меняет. Либо на такую, какую мы двигали, да, либо вот на такую стандартную, либо вообще в целом ее убирает. И обратите внимание, что здесь еще можно сделать. Если хотите, чтобы у вас дождик пошел, то пожалуйста. Если хотите, чтобы капли были на экране, окей, не проблема. Дальше, да, здесь дождик вертикальный, дождик под наклоном. То есть, какая-то графика появляется, какая-то анимация. Это очень приятно. И, в общем, друзья, давайте вот мы попробуем настроить. Смотрите, темно. Если у вас вечером пасмурно, то есть, вы можете вот так вот водичку пустить. Здесь водичка скатывается потихонечку. Здесь вода идет. Здесь вода идет больше, друзья. Одну тему вы, друзья, можете закастомизировать как только вам угодно. Вот я, допустим, настроил так. Меня все устраивает. То есть, все окей. И я хочу, чтобы вот эта проблема исчезла. Я нажимаю сюда. И все, друзья, у меня как бы все по красоте. По сути, по настройкам, по шторкам здесь все то же самое. На экран блокировки вот таким образом выглядит. То есть, тоже очень не стыдно. И iOS 13X Pro, друзья, это мой фаворит. Следующая Nokia N73, друзья. Если вы хотите немножко такого олдскула, то, пожалуйста, у кого были Nokia, Nokia Connecting People, для вас это очень интересная тема будет. И, наверное, если вы хотите окунуться в прошлое, то, смотрите, здесь самое интересное это иконки. Я, на самом деле, вот задний план не очень понимаю, потому что он сбивает, как бы, да, на экран блокировки. Смотрите, да, такие надписи вообще-то, что-то такая жуть какая-то, да, открывайте. Так, мы, по сути, должны открыть фотоаппарат, но он не открывается. Ладно, если... Так, давайте мы, кстати, это закроем. Мы должны сделать два тапа так. Так, и у нас открывается аудиоплеер. Нажимаем. Окей, все работает. Разблокировочка. То есть здесь смысл в чем, что иконки такие немножко старые, да, вот фотоаппарат, часы и так далее, да. А настройки выглядят очень по-старому, так, ну, в олдскульном таком варианте, правильно не сказать. Плей-маркетка вообще какая-то земля непонятная, браузер тоже. Ну, то есть такой, по сути, дешманский вид с одной стороны, но олдскульная тема очень даже приятна. Давайте, кстати, назад вернемся. И таким образом стандартно она выглядит. Здесь тоже, по сути, нет ничего. Штурки стандартные, одинаковые. Все, по сути, стандартное и в настройках, и куда бы мы дальше ни пошли, то здесь все одинаковое. То есть, по сути, только внешка. Но все-таки олдскул. Пишите, друзья, кому нравится Nokia, обязательно. Самый главный прикол, даже не в иконках, которые оформлены в едином стиле, смотрятся очень интересно, очень красиво. Штурка, по сути, та же самая. Настройки те же самые. И, в общем, здесь, как обычно, только внешка. Но вот экран блокировки меня очень удивил. Вот такая то ли цифра 5, то ли цифра S. Как хотите, так понимаете. Здесь часы, камера, музыку. То есть, если вам нужно разблокировать. И вот заряд батареи таким образом показан. То есть, небольшая такая графика. То есть, с одной стороны, быстрый доступ, но не просто какие-то иконочки. А все как-то вот так детально, красиво, интересно оформлено. Очень необычно, друзья. 3D Touch My Turns. В общем, немножечко стерлось, да. А если вам нравится технология или что-то такое, либо немного космическое, то вот следующая тема вам поможет. Смотрите, она как красиво выглядит. Здесь графика, все красиво крутится. Здесь, соответственно, вы можете поднастроить, добавить другие иконочки, которые вам необходимы. Заходите сюда в настройки и, соответственно, выбираете. Здесь сами иконки мне не очень сильно понравились. Они, конечно, стилизованы, очень неплохо оформлены. Так, я не написал, что это за тема, да. Вот так она, друзья, называется. Мне здесь понравился только экран блокировки, потому что он прям очень солидный, очень интересный. Ну, богато выглядит на самом деле. А еще есть вот такой MeTurns 5. MeTurns 5. Если вам нравится графика, да, то есть что-то такое очень интересное, графичное. Здесь, кстати, тоже, друзья, только по внешке, потому что здесь, по сути, все одинаковое. Вот таким образом оформлены иконки. Тоже мне, ну, не то чтобы сильно это нравится, хотя есть в этом определенный смысл. Но вот экран блокировки прям, ну, суперский, да. Вот эти шарики уходят в небо. То есть в Facebook вам нужно попасть, и вы не попадаете. Наверное, у меня нет Facebook, скорее всего, здесь. Так, переходим на Mi 9T. Здесь следующая тема Avengers, да, то есть в серию знаменитого фильма. Здесь, значит, смотрите, рабочий стол оформлен таким образом. Ну, красиво выглядит. Мне здесь понравились часы, как оформлены. Во-первых, есть циферки. Циферблат, конечно же, бегает. Все красиво. То есть есть совсем такая небольшая анимация, но выполнена очень интересно. Далее вы переходите сюда. Экран блокировки очень простой в данном случае. Смотрите, шторка уведомлений здесь выглядит. Ну, прям очень красиво. Все так в темной теме. Очень красиво все стилизовано. Друзья, пишите, как вам такой стайл. Мне очень даже нравится, потому что здесь, ну, очень неплохо поработали. Заходим в настройки. Здесь все то же самое. Галерея, по сути, все то же самое. Звонилка, друзья, здесь очень даже зачетная. Смотрите, как все очень симпатично выглядит. Очень интересно. Да, за это большое спасибо. Дальше cool and cool. Значит, если вы любите машины, то вам эта тема тоже понравится. Здесь само оформление мне нравится не очень сильно по иконочкам. Я бы не сказал, что это как-то похоже на машины. Что-то вообще какое-то немножко странное. Но здесь вот именно само оформление, часы. Здесь, значит, температура очень красиво оформлена. По шторке здесь, по сути, все то же самое. Это чисто внешка. Но мне понравился вот экран блокировки. Просто нереально супер. Здесь, смотрите, сколько процентов осталось у вас батареи. Здесь, значит, время показано. Здесь нажмите сюда, что-то у вас произойдет. Ничего не происходит. Значит, если вам нужно послушать трек, вы нажимаете сюда. И окей, друзья. То есть, следующий трек. Здесь разобрались. Здесь смс-ки. Значит, еще некоторые кнопки смс-ки, телефон, камера, дата и так далее. То есть, куча всего. И, смотрите, графика. То есть, немножечко все красиво движется. И здесь кнопка старт. Сама кнопка старт-стоп никаким образом не срабатывает. Здесь, смотрите, само оформление тоже плюс-минус неплохое. Здесь есть сразу же плеер на рабочем столе. То есть, можем музычку погонять. Это неплохо. Шторка здесь очень стандартная. Но мне нравится вот здесь вот оформление. Очень неплохо. Даже нестандартные приложения. Они тоже каким-то образом переработаны. То есть, задействованы. Это очень здорово. Далее мы переходим на экран блокировки. И здесь, наверное, самая интересная графика. Ну, лично мне понравилось. Я не знаю, как по вам. Может быть, у вас другой стиль. Но здесь очень красиво все выглядит. И плеер вы тоже видите на экране блокировки. То есть, включили музычку себе. А, друзья, с вами был я, Эдскрабер. В принципе, на этом все. MIUI 11 интересная тема встроенная. Я вам показал то, что понравилось мне. Пишите, пожалуйста, в комментах, что нравится вам. Не забывайте подписываться на этот канал. Пишите, пожалуйста, в комментах.